Его сила в умении привлечь и удержать внимание целевой аудитории. Жизненный девиз зашифрован в рекламном слогане компании, а цель влюбить потребителя в бренд, чтобы впоследствии обеспечить ему качественное обслуживание. У него всегда есть план. Примерно так звучит краткая характеристика амбассадора компании или по-другому посла бренда. Кто этот человек и человек ли он? Татьяна Суворова знает. Это не бабушка Яга и не вредная старуха. Это амбассадор одного из семейных магазинов. Владельцы бизнеса говорят, их посол бренда персонаж эксклюзивный. На сказочную бабу Ягу похожа разве что носом. Мы взяли за основу известного персонажа, очистили от всего негатива, добавили ей немножко самоиронии. Сегодня посол этого бренда завсегдаты всех магазинов, а их по стране 150. Есть и за рубежом в Казахстане и Белоруссии. Все они открыты по франшизе. Хозяйственная бабушка общается с покупателями, устраивает концерты. Как говорят маркетологи, это инструмент повышения лояльности покупателей. Мальчик, мальчик, смотри, бабушке, какой подарочек тебе. Амбассадор этой торговой сети появился после шести лет работы. При выборе так называемого лица бизнеса владельцам пришлось помучаться. Он должен был быть приятный для взрослых и детей и поддерживать ироничное настроение. Привычных для всех звезд отмели сразу. У нас своим смешным говором достаточно понятно и доходчиво доносит до людей ценность того или иного продукта. За рубежом суммы контрактов у послов бренда исчисляются сотнями тысяч долларов. Российские випы тоже решили не мелочиться и подняли ценник в разы. Но бизнес ответил неожиданно. Теперь вместо популярных лиц на билбордах или в рекламе красуются сказочные персонажи или животные. Некапризные, недорогие и стабильные. Татьяна Суворова, Даниил Нуждин, Деловое утро, НТВ.